добрый день дорогие мои вы на канале привет ангелов с вами народный батюшка у нас сегодня суббота и мы сегодня затопили баньку он наша банька топится честно говоря пропустив две недели без бани чувствуешь себя не совсем хорошо но я и так не совсем хорошо себя чувствовал но баня для нас для русских это не только укрепление здоровья не только помывка но еще и культура и поэтому когда я говорю о самобытности которые должны найти мы как российская нация естественно имея ввиду что самобытность разных народов она разная но надо осознавать что и у русских была своя самобытность и она выражалась например вот в таких домиках да вот смотрите как они гармонично выглядят когда заснеженные крыши когда навалило снега на их видите различные части становится тогда понятно зачем вот это вся лепнина зачем все это украшение ведь они и в летнюю пору напоминает о том что будет зима а уж зимнюю пору они абсолютно четко вписываются как зимние узоры которые действительно и являются совобытностью является совобытность вот здесь я вам говорю что например в ивановской области особого вида наличники у кого-то конечно в области тоже есть наличники и вы тоже можете ими похвастаться но они я точно знаю другие другие больше того в ивановской то области в разных местах они тоже немножечко разные и они бывают объемные вон как на следующем домике бывают пропильные бывают не пропильные но тем не менее все они говорят о том что население жила и живет вот здесь старые наличники но сейчас и новые могут сделать такие наличники жила и живет со своим самобытным оформлением грубо говоря жизни ну так вот когда я говорю о том что мы русские должны найти эту самобытность то я прежде всего имею ввиду что не какая-то общая и средняя должна появиться самобытность у русского населения у российской федерации у нас в каждом регионе была своя самобытность у нас в каждом регионе были свои как костюмы это уж точно то есть если вы загляните в историю русского костюма то мы увидите что костюмы были в разных губерниях разные и это отличало тех кто приезжал на общие большие ярмарки одних от других и если свои подходили прямо говорили мне рассказывали что если свои подходили твоим и товар подешевле и и поддержать они свои своих всегда умели купив товар одни у других вот поэтому вот эта самобытность еще раз повторяю вот эта культура вот эти традиционные как говорится особенности каждого региона они были обоснованы на какой-то индивидуальности этого региона где-то вот вышивка процветает костюмы будут очень вышитые где-то резьба по дереву процветает дом будет сделан по всем правилам где домовины вот давайте я вам вот этот дом покажу это прямо пример настоящий русской домовины поскольку смотрите у него и наличники такие объемные причем наличники везде даже вон на синях на на пристройки на этой тоже такие же красивые у них райок обустроен вот тот верх вот окно называется райок иногда там действительно даже жили лично я у бабушки имел там свою местечко куда приходил залезал и мне было очень радостно в такое окошечко смотреть но вы посмотрите какое оформление под крышей едите это купол храма то есть вот в этом смысле дом и был храмина то есть из большой церкви который вот там люди приходили в свою храмину хотя я вам скажу так что вот эта часть строилась позже революции здесь был пустырь все эти строительство начиная с сороковых пятидесятых готов здесь проходили но традиции даже тех кто называл себя может быть советскими называл себя атеистами и еще как то все равно в глубине души у них сохранялась и они делали в тех традициях которые здесь были которые здесь существовали и это как наследие предков было таким образом у них и не разрывалась связь с предками таким образом традиции казалось бы советские новые традиции очень серьезно перетекали в те же которые были и у русского народа и поэтому вот осознавая то что есть у каждого региона различия в своих культурах и в своей совобытности мы должны не осознавать что восстановление это не такое общекультурные общий как говорится российской в одинаковых значит стандартах должно происходить а именно с поддержкой местных традиций местных культурных явлений и культурного наследия и это можно уже грубо говоря начинать то что поддерживать сельское строительство в такой архитектуре не сложно это не сложно ну почему бы не как говорится давая сейчас кредиты и различные ипотеки на село с большим преимуществом против других ипотек не предложить еще один форму этого преимущества это если строишься в рамках национальных традиций культурного наследия если ты своим строительством продолжаешь например ну хотя бы паломническо туристическую отрасль создавая в ней вот эти ценности этот турпродукт уж я простите назову это своим именем как профессор туризма я это должен сделать и создавая такой турпродукт почему бы человеку не дать еще большие на это льготы возможности и еще и как говорится поощрять но увидите какая красота хотя смотрите окна уже заменяют на пластиковые где-то заменяют как полагается то есть с перепяленками как будто русское окно а где-то вот так меняют и смотрите но ведь ничем как говорится не портит вид такое окно ох какой райок бог замечательный какой райок вот этот дом тоже очень красивый и райок у него особый причем здесь живет тот кто его самый строй здесь строили все сами сами и вот здесь ты и есть одна самобытная традиция которую уж точно нужно обратить на нее внимание и сохранить это то что строя сами помогали любому строительству соседи соседи то есть вот он был как говорится возглавлял бригаду а в этой бригаде были соседи которые все это могли делать и эти соседи делали конечно иногда не бесплатно то есть сделали как это полагается но и отношения были в этой не бесплатности все равно соседские то есть все равно каждый понимал что он строит дом том кто будет с ним всю оставшуюся жизнь рядышком и что с ним нужно эти соседские отношения сохранять поэтому как собопытность можно считать и объединение людей в общем деле то есть вот коллективная жизнь соседская жизнь вот все кто здесь жили они раньше например знали когда день рождения у каждого ли день ангела они устраивали в том числе и такие открытые гуляния кого одни остановишь пожилого в пистяках все начинают вспоминать как гуляли целыми улицами как выставляли страх столы и отмечали все вместе я сам такое видел хотя я жил в детстве своем многоэтажных домах в родниках там на площади ленине ну трехэтажный дом немногоэтажный потом в другом месте но праздники то вот эти во дворах устраивали все вместе и эти праздники были но я не знаю даже поскольку человек просто вот так вдоль всего двора выставлялись столы ну наверно человек сто сто пятьдесят могло за ними сидеть все приносили что могут больше того любили похвастаться кто что может у меня мама пекла например замечательные пирожки то плюшечки но она вообще какое-то время даже поваром работала когда войну нужно было детей как-то прокормить она осталась одна муж пропал без вести в первые месяцы войны и ей конечно никаких льгот ничего потому что пропавшим не считали воинами ее признали как жена воина второй мировой войны по моему только в семидесятые годы а до этого вообще не считалось ну и вот она умела все вкусно и хорошо напечь таких пирожочков так что вы когда она выносила вот такую значит большую поднос этих пирожков хотя пекли в печках у нас дровяные печки были даже в этих трехэтажных домах весь стол гудел и весь стол налетал на ленины пирожки ну и так далее кто-то умел сварить хороший борщ кто-то приготовить хороший винегрет огромные праздники были то есть было что было единение было ну в том числе можно такую церковную как говорится применить было единомыслие единодушие давайте вот так применить единодушие потому что все гуляли папа у меня был гармонист он обязательный как говорится элемент на этом празднике без него вообще никуда и вот до ночи до ночи мы пацаны бегаем мы пацаны со стола чего-то подворовываем мы вместе со всеми пляшем это ж какая радость была какая радость а коллективные какие были всевозможные детские игры до колдуна ловишки прятки ну и так далее фантики каких только не было все же вместе делали сейчас сейчас очень странная статистика вот мне сгинули статистику значит родители думают только 90 19 процентов родителей думает что их ребенок свою жизнь свяжет как-то с интернетом как-то вот с блогами вот только 19 процентов при этом имеют смартфоны 94 процента детей от 7 лет от 7 лет так вот по вопросам детей от 7 до 13 лет кем они хотят дальше быть 54 процента отвечающих отвечают что они хотят зарабатывать выставляя картинки и ролики в интернете блогингом хотят зарабатывать а почему это они так вдруг решили а потому что у них вот в той жизни есть интересы у них в той жизни есть какие-то друзья в том числе в той жизни у них есть некая успешность то есть они кинули какую-то картинку их одобрили они сняли какой-то ролик у них много просмотров и они и свою социальную вот эту достаточно что они социально значимые удовлетворяет таким образом хотя раньше внешней средой удовлетворялась эта социальная достаточность внешней жизнью даже то как кто пел кто как плясал было очень значимо я же помню как там переплясы устраивали ой мужики ну чуть не до драки кто лучше из них пляшет но все это было в коллективе а сейчас у них вся эта интерн жизнь она у них вся теперь в сети она вся у них индивидуальная у них сейчас вот этой общности вот какие дома видите строили это пристраивали земля увеличивалась большая видать была видите вот этот дом большой а потом еще увеличилась еще на одну семью сделали небольшую значит пристроечку и поэтому вот этот индивидуализм их который развивается через интернет он в конечном итоге и приводит к тому что они не могут коллективно ничего делать они не умеют коллективно даже мыслить коллективно не умеют поскольку для того чтобы ты в каком-то большом деле имел успех тебе нужно мышление коллективное и с этим большие трудности как мы с вами слышим сейчас на фронте все время говорят о слаживании вот представляете по три по четыре месяца они там уходят на учебу и чем занимается слаживание слаживание хотя мы помним что раньше когда военное дело было в школе когда были всякие зорницы в школах это слаживание происходило в коллективном деятельности именно в детстве в детстве командная вот эта деятельность в детстве вот ведь в чем мы с вами сейчас как говорится отстали вот что у нас ушло а ведь это и есть самобытность это и весть самокультура и поэтому вот такое возвращение такого жития на мой взгляд очень нужно и при этом я что предлагаю что предлагаю как элемент такого единения вернуть в русскую бытность пиры пир пир это была составная часть в том числе какое-то несколько веков это составная часть литургии то есть сначала литургии причастились а потом вышли на пир на трапезу устраивались большие трапезные храмы или специальные пристройки здесь дома были такие трапезные или навесы ну я то когда сейчас вам вспоминаю вот эти все советские праздники я вспоминаю пир это не просто застолье как вот застолье а это пир и на пиру вот проявляется вся вот эта самобытность вся эта радость мы видим сейчас так по телевизору вон у Малахова такое в какой-то степени застолье пытаются повторить там поют эти песни которые за этими столами и наши родители пели там и мы тоже с ними в определенное время пели там пытаются сделать вид чай пить и так далее но честно говоря но это все не то это все не так вот все таки должно быть пир и вот если ты объявишь пир то здесь совсем другой подход будет к этому деланию поскольку ну объяви застолье много водки немножко селедки а если ты объявляешь пир то то тут женщины должны уж всячески суметь показать свое мастерство мужчины естественно ну в общем я предлагаю ввести прямо можно так сказать официально понятие пир государственное и государству включить это понятие в культурную жизнь у нас конечно есть какие-то алименты может быть такой где еще и трапезу включают ну я имею ввиду сейчас мы можем вспомнить что у нас проводится масленица масленица рождественские какие-то гуляния проводятся и в москве то вот хорошо там выставляют столики там выставляют всякие ларечки там там действительно можно так как то это но все равно это все не пир это это раз во вторых в этом тоже большая проблема поскольку масленицы у нас решили как государственный практически праздник праздновать и празднуют его как радостный праздник а ведь русский то это был праздник поминания умерших вообще масленицы это поминки на самом деле поминки и попытка показать потомкам какие они удалые какие они продолжатели рода как этот род в них действительно имеет силу удаль боевую силу и все остальное но масленицы это большие поминки вот это надо как-то осознавать поэтому я предлагаю пир делать на пасху государственные пиры устраивать на 9 мая естественно государственные пиры устраивать на праздник единения народов ну это в ноябре на 4 ноября ну еще какие-то то есть три-четыре пира в год государственных где каждому позволительно принести свою еду каждому позволительно вести себя как как мне кажется еще есть те кто сможет их вот эти пиры показать как они были в какое-то время да и вспомнит молодежь очень легко все вспоминает сейчас мы видим русские всякие ансамбли с песнопениями с русскими иногда с очень хорошими правильными песнопениями не сделанными когда-то где-то искусственно она найденными в народе ну молодежь и она красивая в этих костюмах какая она красивая в этих костюмах так что давайте возродим пир давайте возрождать самобытность а я пришел вам показать как филатики наши стоят и не распушаются о чем они нам говорят я вам уже неоднократно рассказал они говорят о том что будут оттепели не хотят они в этот снег кидать семена потому что все это промокнет и там потом под этим снегом придется прорастать и погибать вот такой у нас с вами разговор предлагайте сами еще раз повторяю вы считаете что вот эти комментарии которые пишет кто-то они относятся к вам что вы тоже соучастники на этом канале я вас очень прошу те кто уже тем более давно те кто в духе те кто со мной в одном настроении отвечайте на эти комментарии тем кто пришел может быть первый раз иногда они так маленечко грубят но вы знаете что я все равно все комментарии вижу отвечайте им и у нас будет жизнь поактивнее вот так всего вам доброго здоровья вам наша деревня вот такая заметенная в ней вот такие красавцы деревья стоят ну а я пошел подкинуть в баньку здоровья вам всем радости аминь баньку поиск пылать преимуще да но да Продолжение следует...